Всем привет, ребят! Меня зовут Артём. Я тиктокер, я хозяин симпочки. Вот несколько моих известных видео, которые вы, возможно, знаете. Сейчас я нахожусь у себя дома, во дворе. Просто нашёл такое красивое место, чтобы снять ответ на вопросы, часто задаваемые в тиктоке. Я такого ещё ни разу не снимал, поэтому я думаю, если вы давно на нас с симпочкой подписаны, я думаю, вам это будет очень интересно посмотреть. В тиктоке недавно появилась вот такая функция «Задайте мне вопрос» и я просто зайду вот в эту вкладочку и посмотрю, что вы мне позадавали. У меня тут есть целых 3800 вопросов! Это очень много, конечно, копилось. Я ещё ни на один из них не ответил. И сейчас я найду самые лучшие и постараюсь на них ответить как можно лучше. Ну что, поехали? Итак, давайте посмотрим. Первый вопрос. Мам, выключи плюс музыку. Мам? 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 Что? Я видео снимаю. Итак, первый вопрос. В каком городе вы живёте? Мы с симпочкой живём в городе Алматы. Это в Казахстане. Это как бы такой южный город, поэтому сейчас даже в конце марта у нас тут уже довольно тепло. Нам все в комментариях пишут, что в России ещё холодно, ещё снег. А нас тут уже... Мы более ближе к экватору, поэтому у нас тут теплее. Вот. Сколько симпочке лет? Симпочке... Симпочке сейчас... Ему даже нет годика, ему сейчас только 6 месяцев, симпочке младшему. Симпочке старшему был чуть больше годика, когда... когда его не стало. Вот. Артём, когда будет новый трек про симу младшего? Мы уже выпустили недавно новый альбом, называется «Сима младший». Можете вот кликнуть на маленькую кнопочку «I». Вот сейчас тут появится ссылка на этот альбом и послушать его. Я думаю, довольно прикольный альбом получился. Чем ты кормишь симпочку? На самом деле, мы пытались покупать ему довольно дорогой корм, но наши коты вообще как бы не едят дорогой корм, они едят обычный корм, который можно купить в любом супермаркете, вот его они едят, и они едят человеческую еду. Так да, обычный совсем корм. Когда день рождения у симпочки младшего? У симпочки младшего день рождения 8 сентября, и у меня день рождения 8 ноября, поэтому у нас день рождения, можно сказать, в один день. Это я вообще так подумал, потому что мы когда купили симпочку младшего, мы не знали, когда у него день рождения. И мы просто, ну, знали, что в начале сентября, я подумал, что бы не сделать нам с день рождения с симпочкой младшим в один день. Я придумал, что у него будет 8 сентября, а у меня 8 ноября. То есть у нас всего лишь 2 месяца разница. Вот. Еще интересный факт, когда мы брали симпочку младшего, я это еще никому не говорил, но мы нашли его в интернете и приехали туда. У нас не было совсем налички с собой. И обычно, такой обычный, ну, есть что, бесплатно никогда нельзя брать животных, поэтому у мамы, у моей мамы нашлось в кармане 5 тенге. Это меньше, чем рубль в России. И мы просто за 5 тенге купили, можно сказать, купили симпочку младшего. Это такой интересный факт. Если кому интересно, за сколько мы купили симпочку младшего? За 5 тенге. За 1 рубль, короче. Артем, кто ты по нации? Я русский, но возможно у меня есть еще какая-то кровь, но в основном я русский, хоть я и живу в Казахстане. Артем, а симба младший любит купаться? О, нет. А правда ли, что симба умер и как? Если не сложно, то ответить, сними видео на эту тему или ответь. Да, это правда. Нет, это еще никогда просто в таком видео не рассказывал, потому что для меня вот в то время, когда это произошло, полгода назад, для меня это было очень-очень трудно. Я даже не мог нормально видео снять. Я снял видео в TikTok, но я там был вообще сам не свой. Сейчас я уже в порядке, я уже это принял. и да, у меня был котик, его звали просто Симба, но после того, как его не стало, я взял симбочку еще одного, я называл его младшей, а все начали называть старого симбочку симбочка старшей, потому что этот младший, этот старший. Вот. и в октябре, 20 октября симбочка старший, видимо, выбежал у нас на дорогу и к сожалению, его сбил большой какой-то грузовик, потому что я видел следы на дороге, следы толстые такие грузовика, можно сказать. Вот. Ну, я вообще сначала в это не поверил, и мне это был реально шок, потому что я его лично нашел. Я еще помню, я сидел, делал игру у себя в студии, потом мы услышали с мамой какой-то крик, кто закричал мяу, и потом я пошел просто, ну, обычно там, не знаю, просто иногда я выходил, смотрел, что-то происходит, я пошел, смотрел, обошел дом, и потом увидел, что Симба-старший лежит, просто у нас, там, где у нас парковка для машины, вокруг, он просто лежит, не двигается, а вокруг его головы лужится кровь, и я просто подбежал, может, я думал, что он без сознания, но я поднял его, и я понял, что его уже с нами нету, я просто поднял его, и побежал сюда с криками Симба-умер, Симба-умер, вот, потом моя сестра и моя мама тоже были в шоке, мы положили его вот сюда на газон, и через несколько часов мы похоронили его вот прям в том углу за деревцами, он очень любил там бегать, вот, но мне реально очень трудно об этом рассказывать, потому что Симба, он был реально мне как самым лучшим другом, мы с ним сделали вот такой необычный тикток-аккаунт, который вам очень понравился, и Симба-младший продолжает его, так сказать, наследие, вот, но сейчас мне уже лучше, я принял, много, много недель после того, как Симба не стал, я не мог принять то, что его больше нету, я не мог спать, я не мог даже ютуб смотреть, у меня просто мысли были только на этом, я никому такого не желаю, но я очень рад, что у меня есть Симбочка-младший, и что мы опять снимаем с ним видео в тикток, и что я все еще, ну, и что я смог сохранить свое счастье, и как бы позитив, вот, это был такой глубокий ответ на вопрос, вот, ну, спасибо, что его задали, давайте дальше пойдем, так, вот вопрос, Симбочка, у вас будут еще котята, вообще, я не знаю даже, вообще, мы хотели еще одного котенка взять, но 4 кота в доме, это уже как-то очень много, вот, но мне очень нравятся маленькие котята, они такие милые, их снимать очень мило, и потом можно делать такие маленькие, милые видео на тикток, вот, поэтому, может быть, мы заведем котенка, если, мы хотели завести черного котенка, чтобы у нас были все цвета радуги, у нас будет белый, рыжий, серая и черный котенок, это вообще, это же клево же, вот, поэтому, если мы заведем котенка, то он будет, наверное, черный, вот, можно, можно я тебе сделаю арт симбочки младшего, на самом деле, я очень люблю, когда вы рисуете симбу младшего, я очень, я все, я все эти арты всегда смотрю, мне очень нравится, и, да, конечно, рисуй, что, что еще могу сказать, ты играешь в фортнайт, на самом деле, когда фортнайт был прямо на пике популярности, я в него немножко поиграл, наверное, два раза, меня очень быстро убили, я такой, моя любимая игра, это майнкрафт, и, наверное, гта, а фортнайт мне, как бы, не очень, поэтому, сейчас и нет, не играю, и бравл старс, я тоже, поиграл только несколько раз, и, что-то мне пока не зашло, может, вы мне расскажете, что там такого прикольного, почему вам нравится, так играть, бравл старс, и, может быть, я даже с вами поиграю, тут очень много вопросов, я даже не знаю, какой дальше выбрать, вот, сколько дней ты уже снимаешь тикток, вообще, я начал снимать тикток, можно сказать, ровно год назад, весной, когда начался карантин, то есть, мой тикток, это, можно сказать, все благодаря карантину, я, потому что, начал очень много сидеть дома, раньше я ездил постоянно на работу, я помогал по работе маме, я был маркетологом, маркетолог, это тот, кто делает разные прикольные видео для компаний, разную рекламу делает, в инстаграме, вот, и мне очень, у меня была очень прикольная работа, но мне все-таки хотелось что-то свое, поэтому начал вести свой тикток, и я вообще, я ни копейки не зарабатывал с тиктоком, но мне это очень нравилось делать, и вообще, свои самые первые деньги с тиктока, я начал зарабатывать, только когда у меня было, было 2 миллиона подписчиков, и то это я начал делать с Майнкрафта, и немного начал зарабатывать, потому что я открыл свой сервер, и возможно, я его опять открою, и реально, вот эти все деньги уходили на симби, на корм, поэтому симбочка, можно сказать, сам себя зарабатывал на корм, это было очень клево. Как ты разрабатываешь игры? На самом деле, на ютубе у меня есть уже видео, как я разрабатываю игру, вот тут можете нажать на кнопочку i, посмотреть, я оставлю ссылку, как я разрабатывал игру Candy Cat, я использую программу BuildBox, это очень простая программа, в которой даже не нужно знать код, чтобы делать игры, и да, я просто туда захожу, и делаю игру, и снимаю это в тикток, все. И, кстати, кто не знал, я сейчас тут сижу на улице, в таких тапочках, потому что я дома, зачем мне одевать обычные сапоги, или как там, кроссовки, я же дома. Тут многие пишут про мою песню Simba Rock, если вы не знали, Simba Rock звучит вот так. и на самом деле, эту песню я вообще, просто, мне нравится писать песни из голосовых сообщений, и я нашел такой прикольный голос этой девочки, добавил туда гитару, и все просто выставил. Вот, у меня, кажется, прикольно получилось. Я не знаю, почему на эту песню так много хейта, я думаю, она прикольная, но очень такая креативная песня получилась. Вот. Ну, я думаю, пока что на этом все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы с Simba будем снимать очень много крутых видео в этом году на YouTube, поэтому обязательно не пропустите их. У нас скоро будет миллион подписчиков на YouTube, меня это очень радует. Если у нас уже больше миллиона, пишите, сколько сейчас у нас подписчиков, потому что это меня будет мотивировать, мотивировать делать еще больше крутых видео и зарабатывать еще больше подписчиков. Поэтому спасибо всем за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok